За выборами в США следит весь мир, ведь от их итогов будет зависеть ход войны в Украине, а также поддержка Израиля в противостоянии с Хамас и Хизбалой. Подробнее о важнейшей электоральной гонке года. Поговорим с корреспондентом «Голоса Америки» Евгением Масловым. Он подключается к нам из Детройта. Евгений, приветствую вас. Приветствую, коллеги. Благодарю вас за включение. Вы знаете, всю эту кампанию, вот как я раньше чуть выше сказала, кандидаты шли практически вровень. Последние недели американцы принимали участие в досрочном голосовании, и таких уже более 80 миллионов граждан. Вот что тут известно, что показывают все-таки последние опросы? Вы знаете, действительно, оба кандидата до последнего дня, пока можно было продолжать избирательную кампанию, и агитирование шли ноздря в ноздрю. Опросы, социологические опросы, причем разные, в различных штатах, от различных агентств показывали приблизительно одинаковые цифры. То есть 48% или 47% с небольшим перевесом в сторону того или иного кандидата. Но при этом, разумеется, социологи оговаривали, что нужно делать поправку на погрешность, называя эту погрешность в районе 2-3%. Но, тем не менее, действительно, прямо непосредственно уже перед днем голосования 5 ноября, некоторые социологические опросы стали показывать небольшое преимущество Камалы Харрис. Опять же, ссылаясь на то, что может быть небольшая погрешность, но тот факт, что несколько социологических опросов все-таки показывали небольшое преимущество в ее пользу, заставило многих говорить о том, что, может быть, это и будет, скажем так, исходом голосования. Но, опять же, это все пока, как здесь говорят, спекуляции, это предположения. Погрешность 2-3% у социологов сохраняется, что мы наблюдали и на примере других выборов здесь же, в Соединенных Штатах. Поэтому до последнего момента, до подсчета голосов, этот вопрос будет оставаться открытым. Я поняла. Но вот примечательно, что вот вчера, в последний день кампании, претенденты на пост главы государства, они не сидели в штабах, они ездили по колеблющимся штатам. Вы как раз сейчас находитесь в одном из них, в Мичигане. Вот расскажите, как эти митинги повлияли на людей, которые, возможно, до сих пор не определились, или еще не успели отдать свой голос за кого-то из кандидатов? Да, совершенно верно. Я сейчас нахожусь в Детройте, в Мичигане. Это штат, который относится к так называемым колеблющимся штатам. Здесь будет решаться, в том числе, наряду с такими штатами, как Джорджия и Северная Каролина, будет решаться судьба президентских выборов, потому что здесь чаша весов может быть перевешена. Этих выборов, ну, в общем-то, окончательно. Это один из решающих штатов для американской гонки, поэтому мы находимся именно здесь. И что интересно, этот штат с 70 1972 года по 1982 год Мичиган был республиканским. Он всегда голосовал за президентов-республиканцев. А затем маятник очнулся в другую сторону, и штат стал относиться к так называемому синему поясу, к штатам, которые поддерживают демократов. В 2016 году здесь победили снова республиканцы. На прошлых президентских выборах демократы, поэтому до сих пор непонятно, кто будет победителем в этом штате. И вот перед днем голосования непосредственно штат посетила Камела Харрис. Она общалась с представителями афроамериканской общины Детройта. Здесь, в Детройте, одна из крупнейших, если мы говорим о больших городах Соединенных Штатов, афроамериканских общин. Позже она отправилась на избирательный митинг в центральную часть штата, агитировать людей в городе, где находится Мичиганский университет. И здесь очень интересно отметить, что, например, в ходе ее избирательной кампании здесь, в Мичигане, она уделила особое внимание ближневосточному вопросу. Здесь, в Мичигане, это тоже очень важный момент, самая большая за пределами, пожалуй, Нью-Йорка, арабская и мусульманская общины в Соединенных Штатах. Разумеется, политика администрации Байдена, когда администрация Байдена поддержала Израиль после террористических атак Хамас 7 октября, она многих не устроила, особенно на фоне событий, которые позже стали разворачиваться в секторе газа. И вот здесь, выступая перед жителем Мичигана, Камела Харрис, она делала акцент на том, что если она вдруг станет президентом Соединенных Штатов, если она займет кресло президентское в Белом доме, то она сделает все от нее зависящее для того, чтобы разрешить ближневосточный кризис. Отразилось ли это на голосах избирателей с арабскими корнями, на голосах избирателей мусульман, мы узнаем уже сегодня или завтра о мере того, как будут становиться известны результаты голосования здесь, в Мичигане. Но это был для нее важным вопросом. Убедить часть арабской общины, которая до выборов говорила о том, что не будет принимать участие в голосовании, удалось ли ей убедить их или нет. Это пример того, как строили свои избирательные кампании, в каждом штате оба кандидата. Они делали, скажем так, точечные пропагандистские, не пропагандистские, точнее, а агитационные кампании в каждом штате, в каждом городе, с учетом того, что для людей в этом штате и в этом городе наиболее важно. Евгений, вот про результаты хочу чуть-чуть позже с вами поговорить. А вообще, в целом, вот когда наступает электоральная кампания, выборы, все время слышна критика, существующие в США действительно уникальные системы голосования. Примечательно, что Дональд Трамп накануне тоже ее раскритиковал. Хотя в 2016 году как раз-таки она помогла ему выиграть, ведь тогда за Хиллари Клинтон проголосовало больше граждан, но меньше выборщиков. Почему, на ваш взгляд, Трамп сейчас критикует? Он что, боится, что выборщики на этот раз его подведут? Ситуация очень интересная в этом смысле, из-за того, что, как вы действительно сказали правильно, в прошлый раз ему эта система помогла, причем эта система дважды помогала республиканцам выиграть выборы в Соединенных Штатах, несмотря на то, что по общему количеству голосов большинство американцев проголосовали за кандидата-демократа, но, тем не менее, правила есть правила, как здесь говорят, и многие американцы, тем не менее, считают, что систему уже пришло время менять, поскольку эта система формировалась в тот самый момент, когда формировалось американское государство, сейчас другие реалии, другая обстановка, другие возможности подсчета голосов, то есть разговоры о том, что систему подсчета голосов менять нужно, с одной стороны раздаются, с другой стороны, как здесь говорят в Соединенных Штатах, если система работает, зачем с ней играться, другими словами, не нужно трогать систему, которая работала для нашей страны столько много лет и столетий, что касается Трампа и его заявлений, то многие отмечают, что заявление о том, что избирательная система может не сработать, или могут быть какие-то нарушения в ходе выборов, это, в общем-то, та позиция, с которой мы знаем Дональда Трампа, начиная с того самого момента, как он стал выдвигаться и баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Он всегда делает подобные заявления представителя его штаба, о том, что что-то может пойти не так. Другими словами, и в этом случае мы наблюдаем продолжение вот этой же тактики, я бы так сказал. Евгений, я не могу у вас не узнать, какое настроение сейчас царит в американском обществе, может быть, это даже чувствуется как-то, не знаю, на улицах, потому что поступает информация, что Дональд Трамп может объявить о своей победе еще до завершения подсчета голосов, и некоторые сторонники республиканца уже в соцсетях рассылают какие-то сообщения с просьбами организовать наблюдателей, которые будут готовы оспаривать результаты. Вот насколько можно оценить вероятность штурма Капитолия 2.0 или каких-то подобных событий, потому что вот Associated Press писали, что более 20 штатов готовы направить войска нацгвардии в Вашингтон при необходимости. К чему готовятся? В этом году вы совершенно правы, в Соединенных Штатах к избирательному процессу подготовились более тщательно, чем в прошлый раз 4 года назад. Например, здесь, в Детройте, где после оглашения первых, даже предварительных результатов голосования в 2020 году, многие люди стали пикетировать избирательные участки, требуя прекратить подсчет голосов, потому что в социальных медиа уже появились нарративы о том, что результаты выборов могут быть фальсифицированы. Так вот, в этом году, например, здесь, в Детройте, в Мичигане, власти заявили о том, что они будут устанавливать дополнительные полицейские патрули у избирательных участков, где будет проходить подсчет голосов, будут устанавливать дополнительные камеры, даже пуленепробиваемые стекла. Аналогичные меры предпринимаются и в других крупнейших городах Соединенных Штатов. Разумеется, и полиция, и городские власти готовы к различным сценариям развития событий. И, честно вам скажу, тот факт, что в этом году все подготовились тщательно, можно предположить, что каких-либо потрясений все же не будет. Но то, что люди чувствуют неопределенность по поводу того, как долго будет продолжаться процесс подсчета голосов, каким может быть результат и какую реакцию на него ожидать, в этом вы тоже совершенно правы. Мы общались, например, с жителями Детройта накануне, они говорили, что ожидают каких-то волнительных реакций, но, тем не менее, опять же, те же городские власти здесь в Детройте и в других городах Соединенных Штатов предупреждают жителей не предпринимать никаких действий, не реагировать ни на какие первые данные с экзит-пулов, дождаться официального оглашения результатов и чувствовать себя уверены в том, что власти делают все необходимое для того, чтобы сохранить в стране порядок. А можете пояснить, пожалуйста, нашим зрителям, вот от чего зависит, вот подсчет будет супербыстрым, да, и результаты будут известны уже завтра, либо это затягивается на дни или недели. Вот в чем здесь нюанс? Объясните. Нюанс заключается в том, что в разных городах и в разных штатах разные системы голосования. Все-таки в разных штатах разные законы по поводу того, как долго можно проводить этот подсчет голосов и как тщательно он должен вестись. Еще до начала голосования сегодняшнего 5 ноября действительно почти половина американских выборщиков, избирателей точнее проголосовали, около 80 миллионов человек. Это очень большие цифры. Но что интересно, подсчет официальный этих бюллетеней будет проходить только после сегодняшнего дня. В некоторых городах и штатах результаты, скорее всего, мы узнаем завтра к вечеру. В некоторых городах и штатах результат следует ожидать уже точный результат. Не экзит-пулы, не предварительные подсчеты, а точный результат лишь к концу недели. Американские медиа, главные американские медиа говорят, что до среды мы все-таки не узнаем, до вечера среды, мы не сможем точно говорить о том, кто явился победителем, и кто является победителем этой гонки. И опять же призывают всех не реагировать на первые результаты, которые люди услышат или прочитают о которых в социальных медиа или где-нибудь в интернете. Реально, на самом деле, действительно, процесс может затянуться и на неделю, но все-таки первые, уже более-менее точные результаты мы ожидаем и рассчитываем узнать, ну, по крайней мере, в течение двух дней. Я поняла. Будем ждать, конечно, следить. Евгений, последний вопрос к вам. Я не могу не затронуть этот момент. Это вмешательство России. Вот вчера, тоже накануне выборов, несколько спецслужб предупредили об угрозе российского вмешательства в день голосования и последующей недели. Вот они заявили, что Россия является самой активной угрозой, и связанные с ней агенты влияния производят видео и фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность этих выборов, напугать избирателей, создать впечатление, будто бы американцы готовы прибегнуть к насилию из-за политических предпочтений. Можете объяснить, какая реакция тоже поступила? Вот предупредить предупредили. А есть ли какие-то действия? Как-то борются с этим? На самом деле, еще до того, как вот эта вот избирательная кампания вступила в заключительную фазу, в американских медиа действительно было очень много сообщений со ссылками, в том числе на американские спецслужбы, о том, что и представители России, и представители Китая, и даже Ирана пытаются каким-то образом повлиять на мнение, общественное мнение в США. Именно в этом американские власти видят попытку повлиять на выборы. Но буквально уже перед днем сегодняшнего голосования представители американских спецслужб сделали заявление о том, что они следят за ситуацией. Они подтвердили свои данные о том, что российская сторона, в частности, совершает попытки через социальные медиа повлиять на американскую общественность. Но они сказали, что не видят реальной угрозы для американских выборов. Они не уточнили, почему именно они так считают. Возможно, речь шла о том, что они уверены, что Россия и Китай, скажем так, не смогут повлиять на систему подсчета голосов, не смогут внести какую-то сумятицу в течение дня голосования на избирательные участки. Что касается вот именно таких вот вбросов, информационных вбросов, провокационных в социальные медиа, об этом они действительно предупреждали. И опять же, обращаясь к гражданам, говорят о том, чтобы по возможности в этом году не реагировали на информацию, на всю информацию, которая публикуется, не через официальные источники и через медиа-издания, с которыми они не знакомы. Но говорю обнадеживающе для американцев стало заявление о том, что угрозы реальным выборам с точки зрения нарушения избирательного процесса пока спецслужбы не видят. Я поняла. Евгений, я вас благодарю за беседу, за предоставление такой полной картины. Спасибо вам огромное. Будем на связи. Продолжаем следить за главными выборами года. Спасибо. Всего доброго.